Всем привет! Привет! С вами канал Артмания. Сегодня мы с вами подготавливаемся к Пасхе. И что у нас там получится, я вам в конце покажу. Сразу хочу всех вас поздравить с Пасхой, пожелать вам хороших дней, счастья, здоровья. Короче, всего, чего вы с вами захотите. Творческих работ, там тра-та-та, короче, да? Да. У меня Зимочка помогает. Да, и курицы мы будем готовить. Да, у нас вот такие вот в этом году я решила купить, такие вот штучки. То есть обычно с бумагой просто, форму клала, а в этот раз я решила сделать вот так. Мне очень они понравились, такие прям с совиками. Здесь их 6 штук. Что-то я думала, что мы делаем 9 штук, но нет, оказывается 6 всего лишь делаем. Вот, но я буду готовить тесто, то есть одно тесто приготовлю, потом трёху, и потом третье. Мне так будет проще, Дим, печь будем по моему фирменному рецепту, потому что его просто обожают просто все, вся моя семья. Да, каждую пасху они прям ждут с нетерпением именно этот кулич. Не какой-то, который продается в магазине, можно купить, да? А именно вот этот рецепт у меня уже есть, он есть уже на канале, и я его оставлю в конечной заставке. То есть этот ролик у вас выйдет даже, наверное, сегодня ночью или завтра с утра, то есть завтра у нас уже Пасха, сегодня мы готовимся. Вот. Здесь у меня уже всё взвешено, уже ржаная мука, у меня получается с ржаной мукой, то есть это очень вкусно. Пшеничная мука, то есть уже всё взвешено. Изюмчик. Изюм, кстати, у нас очень-очень крупный, хотя я покупала самый дешёвый, но оказался он очень вкусный. Его промыть надо, и то есть он не должен быть совсем разбухший, мягкий. Если он будет совсем мягкий, то получится, что он, когда будет перемешиваться, там всё это разбухнет, получится. Ну, наверное, не знаю. Вот, так. Берём нашу чашу, наш миксер, наш миксер. Чашечка наша. Так. И туда сейчас будем выливать всё самое наше первое жидкое, то есть, ну, всё в одну кучу, как в мультиварке. Всё самое жидкое и всё такое. Ну, и параллельно будем с вами болтать. Такие. Хотела, честно говоря, прямую трансляцию сделать, вот, но потом передумала её делать. Просто это получится очень долго. Вот у нас уже настоялись. Хочу посмотреть. Нет, вот такой. Слишком долго получится просто всё вот это вот. Сегодня у нас и курички я хочу сделать, и у нас будет ещё печенье сегодня. Папа с Димой будут делать печенье, я намесю. Не печенье, а я поеду к Серёзы. Да, а завтра мы поедем уже в гости. Сначала не хотели, думали, будем праздновать дома, но нет. Так, и здесь у нас сейчас с вами ещё понадобится мёд. Мёд, мёд, мёд. Ай, сейчас я его открыть не могу. Я его покрою. Мёдик. Даст он мне его? Жизненький такой, ну, не совсем жиденький он такой. Даст он мне от болезни, мёд? Да, он от болезни. Так, мёд у нас три столовые ложки. Даст он мне этот мёд? Как раз получается у меня сверху прям жизненькая масса такая, смотрите, поняла. Вот тут видно полосочка, а там уже это. Планирую сейчас вот эту жидкую положить. Даст он мне попробовать мёд? Раз. От болезни. У ребёнка, кстати, вообще была намёт аллергии в прошлом летом. Да, мы её лечили. По-моему, даже я не помню, записала я отдельный ролик, как мы её лечили или нет. Хотела я, чтобы у меня Дима здоровый образ жизни вёл, чтобы он питался здорово. И не хотела я отказаться, ну, вернее, решила отказаться от сахара. И по итогу вот получилось, что кушал Дима мёд, был ещё маленький, сравнил. А сколько тебе? Четыре было? В прошлом летом, что ли? Нет, где четыре отрили. Или куда в прошлом? Нет, по-моему, в прошлом летом мы лечили. А аллергия у него началась ещё где-то с весны, наверное. Или раньше, я сейчас уже даже не помню. Вот. Нам давали какую-то мазь, когда вот он ел мёд, давали мазь. У него появлялся там типа диатез какой-то вот на губках вот тут вот. Потом из-за болезни мы ещё катетры ставили на руку, катетры. А ты когда-то болел, болеться лежал. То есть я это перемешиваю. А я тоже. Вот. И как бы это мазь, оно просто помогало на какое-то время просто и всё. Потом по итогу, то есть болезнь оставалась. Что-то таблетки, я не помню, по-моему, мы таблетки никакие не пили. А потом педиатр сказал ему, вот тут одна мамочка, тоже у неё ребёнок, также была аллергия. И она попробовала давать ребёнку козье молоко. Ну, варёное как-то он не стал пить, можно сырое. Ну, что-то только было проверенное там, всё такое. Мы стали давать козье молоко. Сначала пытались варёное дать. И кипячёное вернее. Что-то всё никак, он не хотел пить, как-то так это. Пытались всякими вкусами, банан туда засовывали. Там типа коктейли делали так и с сахаром, как угодно мы пробовали, никак. А вот сырое молоко козье, он пропил. И представляете, вылечили. Вылечили эту зиатрес, аллергия, я не знаю, что это было. Вылечили. Меня сыр вылечил. Да. Дима, кстати, у вас весь раскрашенный, разрисованный. Да, Дима? Вчера он взял у меня разрисовался. Ну, ничего, сегодня мы с тобой помоемся вечером. Да, и завтра помоем, и пойдём к Серёже влажать сальницу. Да, завтра к Серёже пойдём. И салютом смотреть, салют, что ли, ещё? Угу. Не знаю. Ты что-то мне недавно... Салют, кстати, вообще бывает на Пасху? Или нет? Что даже нет, я не знаю. Это мёд только помогает, когда спать, мёд помогает. Когда спят. Мы с вами сейчас одну порцию сделаем, наверное, этих. Я камеру выключу, и потом доделаю остальное, и потом уже будем, наверное, расплатывать. Мне кажется, это всё очень затянется надолго. Получится там, мне кажется, в готовке нашей софт 5-6. Не знаю, что получится. Да, это там, что-то я рисовала знаки с папой, да? Угу. Да, с папой там, чем заниматься. Чуть-чуть помешаем. Так. Всё, здесь у меня кулинарная книжечка есть моя. Такая вот. Толстенькая, но уже не полная. Я уже перестала всё записывать. То есть, в принципе, готовишься почти одинаковое. Либо где-нибудь в тетрадке у себя. Так, значит, мука у нас есть. Мёд мы с вами положили, дрожжи положили. В воду положили, изюм положили. Осталось у нас подсолнечное масло. Можно добавить оливковое. 2 столовые ложки. Кстати, моя ложка так любимая. Можно добавить. Ну, я оливковое, честно говоря, кстати, оливковое я не люблю. Так, где у нас? Мы добавляем для жарки. Вот это вот. Вот это вот. Для жарки. Не люблю оливковое, потому что, знаете, вот первый раз, когда откроешь оливковое, оно вкусное. Потом второй раз, когда его открываешь, там на следующий день добавишь в салатик. У него какой-то вкус, а как у меня не нравится. Так, соль у нас. Кстати, очень удобно, вот эти ложечки. Спис прайс еще там. Когда-то еще давно-давно купила я. Помню, еще была история с ними, женщина какая-то тоже купила такие ложечки. Где-то они около плиты у нее лежали. Короче, все поплавились. А их уже больше не продавалось. Я на где-то пост писала, мол, может у кого-то есть лишний препар... А, да еще у другого города была. Пришлите, пожалуйста, мне их. И там комментарий был. А не надо было около плиты класть. Надо беречь вещи. Это я, по-моему, всю жизнь запутала. Я прям их берегу так вот стараюсь. Так, у нас с тобой соль. Полторы чайные ложки. Полторы так вот здесь. А чайные? А, вот чайные. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. А, ну вот, да. Включайте, чтобы прям было ровненько. Потому что если соли, допустим, хлеба не хватает, то хлеб будет не настолько вкусный. Здесь как бы все сладкое, то в принципе... Ну да, я положу, наверное... А если она крупная, то... Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Положу как раз чайная ложка одна и половинка. И половинка. Ну, чтоб уж было, да? Нет. Мука у нас, кстати, сегодня Макфа. Ну, честно говоря, по поводу муки... Мне очень нравится Алексеевская, голубая. Вот именно. Именно голубая. Потому что есть ещё у нас обзор, даже есть на канальную муку. Обзор. По-моему, есть ещё другая. Но надо, чтобы... Для хлеба – высший сорт. А если для блинов, в принципе, любая подходит. Перемешаем. А так подойдёт любая. У нас уже весна. Кстати, в эту Пасху уже прям очень красиво на улице. У нас уже листочки маленькие появляются. Уже прям вообще классно. Сегодня ещё суббота, да? У нас ещё сегодня субботник. И в подъезде висит объявление в 9.00. Всем быть там во дворе, что ли, или где-то там что-то такое. Прямо 9.00. Я думаю, блин, у людей Пасха, да? То есть на носу. Многие готовят. Думаю, надо ещё идти субботник, ещё и убираться. Ну, нет, конечно же, я не пойду, потому что у меня готовка сегодня. И просто я не выдержу выходить несколько раз на улицу. Просто устану. Не знаю, посмотрим сейчас. Время, кстати, у нас 8 часов. Меня Зима сегодня разбудила. Аж даже в 6 утра. Говорит, давай пошли печь. Как ты сказала? Кексики, что ли? Нет. Я сказала, пойдём сначала кексики пойдём петь. Кексики пойдём петь. А потом я сказала, пойдём куличики петь. Вот так. Я пошла. Я вообще хотела, думала, посплю. Ну, вообще, по идее, я на диете нахожусь сейчас. До сих пор ещё чуть-чуть не осталось в росте. Я где-то в 7 утра кушаю. Потом обратно уложусь спать. Сплю, потому что, не знаю, после еды у меня почему-то последнее время какая жога, что ли. Или какая тяжесть. Причём, вот сколько бы я не выпила воды, или чая там, да. То есть, литр, два, полтора. То есть, даже был один раз, я воды выпила 2 литра. У меня всё равно в желудке была тяжесть. То есть, ну, поэтому я обратно уложусь спать. Ребёнок там у меня продолжает играть там. Чем-то занимается. Чуть-чуть я подрыблю, и потом всё встаю. Буквально прям быстро замешивать тесто. Кто не любит. Я не люблю, например, замешивать тесто сама. Именно вот руками я не люблю. Для меня это вообще ужасно. Тоже тяжело. Это очень долго. Вроде всё промешалось. Проверяем. Кстати, обязательно нужно проверять. Потому что один раз я так хлеб замешивала, и у меня внизу осталось не промешанное. Вот такая масса получилась у нас. Сразу всё промешано, сразу всё замешано. Сразу всё супер. Так. Сразу будем раскладывать сюда. И здесь, я думала, пускай она у меня уже будет дальше подниматься. Дальше будет уже отдыхать. Так, здесь у нас, кстати, я где-то видела. Написано так, набор 3 штук. Использую для растойки, то есть растаяться. И выпечки кулинара. Ключи по 400 грамм. Не требует смазки, кстати. До 400 грамм. Вот только я не подумала. 400 грамм сюда класть либо самого кулича, либо получается потом 400. Ну, сейчас попробуем его взвесить. Ещё, кстати, дырочки там снизу есть. Ну, наверное, так надо. По всей видимости. 6 грамм есть. 6 грамм есть. Ну, давай сейчас попробуем. 400 грамм туда заложим. Попробуем, как что там будет. Так, надо будет. Кстати, у меня было такое. Я купила дрожжи новые какие-то. Не посмотрела даже, что там написано на дрожжах. Ну, дрожжи, дрожжи новые. Купила в Ашане. А там было на них написано, что там хлеб или тесто увеличивается в 2 раза. В 2 раза или в 5 раз, я даже сейчас уже не вспомню. Ну, что-то типа такого. Я даже не посмотрела, как обычно сделала тесто, значит, заложила в свою любимую форму, как обычно, значит, всё. Поставила на расстойку, поставила в духовку, значит. Через какое-то время я смотрю, а у меня тесто вываливается, вылазит. Его настолько было много, это вообще. Это было что-то с чем-то. Насколько его было там много. Такой кошмар. Никогда такого не забуду. Пришлось положить другую форму, но мне очень понравилось это тесто. То, что там получалось очень много хлеба. Это всё. Чтобы всем угостить, мы готовим куличики. Да, чтобы всех угостить. Потому что я знаю, что будут угощать меня куличиками. То, что мама уже купила куличи. То есть, мне мама подарит куличи, я же тоже должна ей что-то подарить. Правильно? Ну, пойти просто купить куличи. Мне не нравится, честно говоря, магазинные. Потому что надеешься, что там будет много очень изюма. Что он будет прям такой... В советские времена, по-моему, тоже был, да. Не знаю, я что-то помню. Как-то раз мне попался кулич, там было очень много изюма. Он был мягкий, нежный, был просто бесподобный. Я думала, что это от Палычи. Но в прошлом году, по-моему, от Палычи там практически не было изюма. Ну, Палыч как бы свой бизнес продал. Достаточно, кстати, давно это уже прошло. Уехал в Москву. Либо там куда-то открывать другой. То есть, уже там другой совершенно человек. Всем этим занимается, делом. И как бы вот так вот. Так, все. Здесь у нас, значит, будет растаивать. Я сейчас пока что отключаю камеру. Сейчас я буду делать второе тесто. Потом посмотрим, буду ли я делать третье или нет. А, ну, наверное, скорее всего, будет. Но для третьего у нас не хватило. Представляется. Представляется. Да? Ну, скорее всего, будет. А, уже начался субботник. Что, уже 9? Нет, еще 8.30. Ну, уже начался субботник. Сейчас уберут наконец-то мусор. Потому что у нас мусор в городе просто уйма. Такое впечатление. Как будто он из сугробов просто вырос там. Было вот такое, правда, ощущение. Так. Ну, все. Короче, подключусь с вами. К вам, когда уже все тесто сложу уже в куличике. И с вами посмотрим, что там да как еще. Так. Ну, вот, смотрите. Здесь у меня раз тесто, два теста, три теста. Три ходки тесто замешанное. И сейчас стоит там еще одна четвертая. Я замешала на все. Хочу, вернее, сейчас замешать на всякий пожарный. Если вдруг они поднимаются плохо. Чтобы добавить еще. Здесь вот стоят. Ну, чуть-чуть вот тут вот поднялась. Получилось, у меня здесь написано же 400 грамм надо класть. А получилось, что я положила 550 практически каждая. Вот. Здесь у нас уже грязненькая. Да? Тут сразу Дима подключается. Вот. Сейчас я их буду ставить в духовку на расстойку. И там потом буду их запекать. Там будет уже видно, да? Да. Да. Время у нас 9.43. Ну, где-то часа за два, наверное. Или три. Сколько я не знаю, сколько я тут попашусь. Мам, давай поедим. Мам, я уже ходил. Дима уже кушать хочет, когда я садилась в 7 утра с чем-то там. А, в 8 утра вообще-то кушать. Полтора часа, значит. Я хочу теплое. Теплое. Когда я садилась кушать, Дима отказался на отрез. Нет, не хочу. Когда я начала тут делать куличи, он сразу, аппетит появился у него и хочет кушать. Ну, сейчас чуть-чуть потерпи. Будем кушать. Вот. Первое тесто я нормально поставила. Второе тесто я вообще забыла, что я уже в чашу добавила дрожжи. Ждала следующие дрожжи. Думаю, да что ж они не поднимаются? Почему так долго-то? Чуть не добавила. Потом смотрю, а у меня тут дрожжи уже лежат, оказывается. Вот. Чуть не испортила. Надеюсь, что они получатся. У меня все одинаковые. Ты музыкальный инструмент нашел себе, да? Нет. Оказывается. Все. Ставим в духовку. Так. Ну вот смотрите. Куличики. Вот они такие получились. По-моему. А вот эти два я докладывала чуть-чуть. Я вообще хотела, чтобы они выпирали. Чуть-чуть выпирали. Чуть-чуть пооставалось здесь. Может быть в принципе так и надо. Пусть наверное останется. Это вот мы оставим себе. То есть вот будет Женин. Мой. Димин. То есть они останутся дома. Это пойдет чуть-чуть поменьше бабули. Здесь тетя Таня. Он тоже мягенький. Такой розовенький. По цвету хорошо они хоть разрычаются. И маме. Правда немножко подгореленький. Ну кстати самый такой мягенький. Это вот не настолько мягкий. Вот этот вот мягенький. И этот. Ну то есть кстати тоже очень мягкие. Такие вот прям. Хорошие. Вот. И у нас там еще один. Вон он запекается. Должен быть уже через полчаса готовый. И сейчас мы с вами будем делать творожную пасочку. Тут у меня уже вишенка. Уже изюм я вот тут вот положила. Крупненький. Там написано 100 грамм. Не знаю. Надеюсь хватит. 100 грамм. Ну да. Вообще 100 грамм хватит. Это здесь вот там было по 200. Ну такое вот оно. Поджаристая. Крупненькие такие. Хорошие. Надеюсь что они вкусные. Что я ничего не перепутала. Снова всем привет. Снова вас включила. Здесь я уже делаю пасочку. Показала вам. Здесь куличики лежат. Еще один куличик. Вот вышел. Вылез у нас из духовки. Вот. Вот видно. А вот так вам видно здесь. Вот будет у нас какао она. Изюм я уже помыла. И вишенка. У вишенки мы чуть-чуть возьмем еще сок. Вот. Здесь я уже намесила вместе с сахаром. Там 3 столовые ложки сахара. А масло где-то 8-90. Наверное около 100 грамм масла. На 3 пачки творога. Так 3. А и сметана еще. 20. По-моему 20 процентов сметаны. Или 30. По-моему 20. 3 ложки тоже. Все уже тут перемесила. Такая получилась. Масло кстати очень вкусное. Похоже на какой-то крем. Вот. А здесь у нас с вами творожочек. Вот такой творожок. Кстати Жень. Муж покупал. Сказал очень дешево стоит. Творог. Что-то у меня зеркальная что ли камера. Заодно наперед написано. Вот. Мы его сейчас с вами заодно сделаем маленький обзорчик. Попробуем его. Вкусно или нет. Оно уже мягенькое такое. Нежненькое. Беленькое. Правда если честно у меня ложки уже все заканчивались. А остались одни елки. А ну вот. Одна милочка есть. Как раз моя любимая. А. Давайте попробуем чуть-чуть ее. На творог конечно не особо похож. Он такой что-то творожный есть. Он очень нежный. Очень мягкий. Такой протертый. Знаете. Для таких. Для старых бабушек. Ну вот именно вот тот вот вкус творога. Он присутствует. Но совсем чуть-чуть. Может потому что протертый. Не знаю. Да. Ну да. Наверное. Состав там тоже. Такой нибудь. Возможно. А ну вот состав. Изготовлен из смеси нормализованного и восстановленного молока. С использованием заквасочных микроорганизмов. Постоянно всмесила. Магаев. Трррррррррррррррррррррпысэрррррррррррррррр. Ну короче что-то такое. Такие слова вообще длинные. Жень, когда с тобой слова будем играть? Я буду вот эти слова использовать. а то мне муж загадывает слово и говорит вот там слово 10 буков угадываем как поле чудес угадывай и угадываешь камера садится хорошо кстати иметь две батареи а то вчера какой-то обзор смотрел там девушки села видеокамеры села ну ладно типа я сейчас поставлю заряжать и потом попозже там через несколько часов пол включу камеры вам расскажу чудо как я думаю вот приехали учета за обзор такой получается часть начала снимать а потом части это все равно что я буду снимать еще шмяк вот такой знаете вот если хочется чего-нибудь наверное найти как на запеканку состав и заодно там потом себе запишу буду вместе с мужем играть хотя наверно не вообще должно наверно у меня там перевернутом виде все я вот тут состав это у меня в перевернутом виде у вас должно быть нормально изготовить у них россии ульяновская область ульяновск кстати напишите в комментариях в каком городе вы видели такой творог каких городах на самара ульяновска рядом находится то что москва до москва везде москва до москва тут хочу ульяновска проспект хоши мина все отдельно пишется отдельно ход отдельно ши и отдельно мина вот так проспект вам где живете на проспекте хоши мина дом 21 а ну хорошо хоть не ильё а у меня дом йо 21 йо и ходи ищи с ума сойдешь как у нас здесь есть одна часть улицы осипенко находится там вот около набережной а вторая часть осипенко находится здесь вот ну как будто не совсем так далеко то есть от них там от одной до другой большой пробел то есть идут другие улицы одна часть там находится улица осипенко другая часть другом месте но такая вот длинная да то есть вот так у нас проходит там волга и у так идет вот она осипенко это мне зашли догадаешься что оказывается там они еще прерывается это улицы еще идет там дальше чем она там прерывайте не за можно километр может больше даже я даже не знаю на посмотреть по карте вот так вот будешь пойдешь не будешь на это дом выше искать нафиг заблудишься всю осипенку пройдешь нет дома она как прерывается уже находится на другом конце города почти на другом конце почти уже конец там как раз такой там у соседей у кого-то музыка прям вообще играет не знаю как у нас ребенок спит мы что-то сегодня забыли про музыку вообще некогда вообще было она бесподобная нежная нежная прям как крем нежный это же хороший творог как раз он подходит до таких вот творожных на всяких запеканок да вот мне в голову приходит запеканок а каких-нибудь вот крема он всякие творожные мне кажется тут подойдет но обычно творог покупать дайте но это много времени уйдет особенно перед праздниками сейчас дима дима на спит дима спит у дима хороший сон нечуткий сон совсем он не слышно сейчас даже музыка играл смотрите такая консистенция прям такая воздушная мягкая мягкая воздушная тут у нас уже мусор образовывается ну и конечно мусор тут легко кстати насчет мусора есть уже какие-то организации где можно принести этот мусор только единственное конечно он должен быть весь этот мусор чистым его надо обязательно помыть разложить то есть у них у каждого мусора есть своя определенная цифра и по этим цифрам все разложить и тогда можно самим свой мусор привести назначенное место где него там пункт приема и отдать только мне мыть вот некогда единственное наготовишь наготовишь устанешь батарейку я поменяла уже уже тут положила сок вишневый не знаю мне кажется вот так много здесь ну ладно она принес через мару если что там что-то стекет и все соком розовенькая у нас будет верхушечка такая будет в виде сюрпризика вишневая там тоже все готовились сегодня у нас еще а во дворе да кстати у нас была был субботник но вышла по-моему мама с дочкой или две девочки взрослых убирались и все а и мужчина еще убирался больше никто ну правильно перед пасхой такой субботник нафиг плюс там готовит самого утра вообще бесподобно смотрите розовенька нежный нежный такая покресенье ничего вам не видно конечно чем она там занимается на искажется мне камера вроде высокая надо было покупать штативные метра два высотой или три сразу на потолок на холодильник сразу подцепить сейчас мы с вами пасочку заделываем и у нас придет муж готовить зайцев да папа тут у нас сейчас будет еще с какао с какао нанесем побольше уже я думала сначала с тертым шоколадом но честно говорю мне тереть шоколад уже не охота настолько сильно уже устала так здесь на смотрите какао прошел вот такой красный октябрь сюда же ни разу не открывал ни разу в жизни кстати использовал как первый раз в жизни использую сегодня ножницы вот эти я потеряла и уже нашла в шкафу купе я помню что я где-то его ножницы потеряла в таком месте в котором я не найду и нашла совершенно случайно когда палилась за какао у меня как бы там шкафу купе разные склады продуктов лежат намного больше хранятся так мы добавим на я не знаю сколько мы добавим давайте где-то половину большой ложки дать это так перемешаем попробуем получится потому что она там сейчас как вчера мы делали а у вас кстати стоит отдельный ролик но попозже чуть-чуть здание мы там с димой красили шоколад и я купила красителя пищевые тоже за всю свою жизнь первый раз купила никогда не пользовалась но тут у меня ребенок что-то захотел научиться готовить прям срочно ему понадобилось ну я решила пищевые красители купить чтобы ну как то это вот было для него это более интересный просто там приготовила как-то разнообразить мы добавили сначала одну капельку белый шоколад он поглубела так чуть-чуть ну такая нормальная была потом мы добавили вторую капельку и она прям жесткий такой шоколад стал не знаю заморозили попозже будем когда уже будем красить наши куличики я достану посмотрю чё-то попробуем кстати с вами вкусно или нет получилось с какао ну чёрт-чёртый шоколад да конечно получился был лучше гораздо такой вкус такой запах обалденный просто бесподобный вкусно только не так сладко стало ну и зимы кстати сладкие ну пускай не буду больше сластить так это сюда мы всё выкладываем не всё а половину только и теперь берём с вами вишенку перебирать и выбирать вишенку так разложил такие тут всё жидкости откуда жидкости странно очень подозрительно странно и теперь выкладываем наши остатки то вообще с этого ракурса не будет зато да кстати остаётся вообще совсем чуть-чуть очень нежный не знаю будет ли он вообще держать форму у нас прям очень нежный сверху поставим тарелку а 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 Вроде толстое тесто Вроде толстое тесто Ломкая Ломкая Хороший заяк Вдвоем хорошо Ушел бы гулять, а этот отдал Я жду, жду когда подаёшь Ты там с Милюк соскучился? Лежать соскучился По кому? Соскучен лежать По мне соскучился Обрадоваться хотела Соскучился А что у тебя тут большой заяц? А тут маленький Я нюшки заказывала Товарищ Евгений Вот такие у нас шпательки Где-то он в Экспрессе покупал А, кстати, только с одной стороны у него такой уголочек А, нет, надо было наоборот Ладно Бар, ты всё снимаешь всё это время? Так, у нас уже проснулся Димулька Сейчас будем красить яйца 10 штук Будем красить вот такая вот Штучка, единственное То, что мы купили Здесь в таких таблеточках Разводится кипяточком Дима, отойди, пожалуйста Так, и в каждой нужно добавить Полторы столовые ложки уксуса Мне, конечно, уже не видать там Как всегда И, значит, мы добавляем целую ложку И ещё чуть-чуть Это что, водичка? Немного ложечка А зачем нам эти таблетки? Ой, это же яйца Так, и вот такие у нас есть таблетки Здесь шесть штук Разных-разных-разных цветов Вроде как там должно быть Какие цвета А, жёлтый, красный, фиолетовый, голубой, оранжевый и зелёный Ну, надеюсь, что это будет так Так, сейчас я вас возьму Поплише Воничка какая-то Запах странный какой-то Хорошо активизируется И мне тоже облазь Подожди Ну, тут красная Тут какая-то Бордовая Синяя Оранжевая Жёлтая И зелёная По всей видимости Это паски что-ли такие? Мам, паски Это паски такие? Паски, да Папа, иди красить я их Так, вот И папа здесь подошёл И все подошли И мама подошли И мама подошли И Дима, да Задим Так Вот Покрасим их Вот так Вот И штучки Будут Раскладываться Везде А у меня тарелочку здесь тоже Ну да И каждую вот я туда кладу Каждый будет там лежать Крашу я себе, дай Подожди, я сейчас покажу У тебя ещё Сейчас вот Ум 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 Так Ну подожди Подожди Не так Да что ты знаешь Ничего ты не знаешь Берём мы яичко Затем салфетку Закончатся они Разворачиваем салфетку Берём яичко туда Заворачиваем конфеткой Заворачиваем конфеткой И каждую вот так вот Умакаем Тут Вот она вон смотри какая красивая Я тоже Мама Я тоже хочу Мама Он сразу старый Я тоже хочу Ну бери яйцо Чё ты пищишь Я не пойму Бери На разворачивай салфетку Сначала Как я показала тебе Вот здесь Разных сторон Ой господи Не помню Там По-моему Убирайся 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 А куда положишь то Не А где Ну что там Да Яйцо Вот Вон там Вот Оно Видишь как красиво Разных цветов Папа Разных цветов Папа Так красивее Так будет Я что придумала то Зачем Чтоб ты мне зеленое яйцо Что сделать что ли Что ли Сразу Разные цвета Ой Повалась Заветка Тебе Повалась Заветка А куда класть потом Крашу Там же Ты Убрики Красишь На Так Что у тебя У тебя правая рука Вот так Берешь Вот так Держишь И красишь Со всех сторон Разными цветами Радуги Всеми цветами Радуги Подожди Мне Аккуратно Потом Кладешь Как Попачивать Мама Покажи Ну как Обычно Руками Положи руку Второй Помоги У тебя Не одна Рука А я Ряду Прям Вот так Пасху Не пасху А яйцо У тебя Все яйца Зеленые Папа И я И я Прям Зеленые А мы будем Красить Пока Пасху Не закончится Да Целый год будем Сидеть тут и красить Да папа Что ты Нос Ласковь Нос Придел Что творческий порыв пошел Тебе Недолгое Мамино Печенье Папа Делал Печенье Я Сидел Печенье Зачем ты Носик Делаешь Рассыпчатое Пускай Интересно Что получится С Рассыпчатым цветом Кто вздыхает на ходу Кто вздыхает на ходу Это Папа Ду-ду-ду На ходу На ходу На ходу Папа Ду-ду-ду-ду-ду Вот так на работу придешь А что у нас руки такие красные Думаю Красили яйца Семьвой Не отмойлись Кто собегает Носик Ветчевая Так Что у нас тут Папа вон целая гора. Оставалось там много. Дима, давай разными цветами красим. Осталось конечно краски очень много. Папа прям хорошо прокрашивает. Потом откроем и посмотрим, что там у нас получилось. Подготовка к празднику. Вот так красиво у тебя яичко. А ты теперь желтым цветом все докрасила? Завтра мы поедем к Друзьям, не к Друзьям, а к Сереже и к Насте. И будем смотреть муссу. Ну не муссу ты там и вьем. Вот сейчас поотваливается все. Капы, капы, капы. Давай, давай ты красим. Сейчас они подсохнут. А этими остатками краски можно потом прессовать. Как акварелька, да папа? Наверное. Но это уже после праздников, если будет время. Дима все увлекся. Последним яйцом. Снова я. Прошло время теперь зайцев красить. Вот такая глазурь. Хотела сначала их белыми. Но белые у меня получатся куличики. Не буду, наверное, никаких цветов больше. Вот белый. И зайцы у нас будут голубые. Глазурь голубая. Она высыпается в ёмкость. И надо развести 4 чайные ложки воды. Налить. Сейчас попробуем. Вот. Будем красить зайчиков наших. Ой. Видеть. Она такая прям это. Она почти белая, кстати. О, тут много. И что это такое, мам? Наверное. И добавить всего лишь 4 чайные ложки. Зайц. Тут еще палки у некоторых. Вон это. Хочу так вот сделать. Да дай-ка я сам попробую покрасить зайца. Вот так. Сейчас чуть начать красить. Подарочных зайцев. Маме я вчера таки проболталась с этим зайцами. Угу. Надеюсь на всех зайцев. Красочки в голове. А я мне поместница? Я надеюсь, что хватит на всех. Ай. 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 Да что ж такое. Если не хватит, останется. Вон туда на тот. На наш кулич положим. Зайц. 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 Убезет. Прямо в кунам. Зайц. Я сейчас все. Зайца съем. Так. Покрасила я в итоге всех зайцев. Еще вот тут вот дополнила. Которые без палочек. Они останутся дома. эти зайцы будут сидеть вместе с яичками может быть где-то там и такие вот у нас есть краски зеленая зеленая белая и красная думаю наверное желтенькую еще еще желтенькая желтеньким хочу сделать глазки сейчас посмотрим как они будут делать она будет хорошо выходить сахар не знаю не промахнуться с этими глазами так с вами топим белый шоколад белый шоколад нашли только вот такой воздушный его сейчас будем топить и потом заливать такие такие вот если останется много шоколада то еще будут взрывать и вот эти голубой шоколад мы будем вот такой вот добавкой тут я в альберисе покупала из разные цвета здесь как получается бирюзовый ну наверное почти как голубой посмотрим а здесь что растопится получилась у нас вот такая вот красотень очень тяжело намазывается видимо все-таки этот краситель немножко мы две капли добавили что был прям голубой цвет такой хотел что синий получилась трудом намазать осталось пригорать уже стал белый шоколад цвет такой непонятно с чего как будто сделаны любил шоколад зеленый еще зеленый да стал шоколад уже так смотрите украшения такие вот плиточки мы с вами делали получились клубничку муж купил сегодня мандем миндаль и грецкий орех по моему все даже тут у меня вот они зайчики и сейчас я буду украшать куличики потом буду отдельный этот хорошо пожелайте мне удачи пишите в комментариях удачи наташ так ну вот смотрите то что у меня получилось посмотрите красоте какой зайка посыпка я уже не стал сыпать такая посыпка не нравится мне как камни какие-то так они выглядят каждому слой тут вот папин тут димин там мой там мамин бабулин и питания питань там и я семья еще клубничка зеленый цвет потек немножко тип как травка под зайчиком ну вот смотрите мы с вами приготовили вот они яички такие получились смотрите такие очень красивые такие их прям можно пересматривать некоторые здесь даже пока их раскрывала такие прям шедевры там мордочка мышки что-то вот типа такое вот конечно же наши с вами куличики вот этот самый красивый который поедет в гости смотрите какой шикарный кулич вот такой никогда в жизни наверняка не видели нигде такие даже мне кажется в пекарнях не продаются первый раз жизни наверняка вы увидели такой кулич посмотрите какой он какой он офигенный такой куличная может стоить я не знаю рублей 300 400 и внутри он тоже бесподобно вкусный 10 клубничка и шоколадка у нас была белая мы с вами и покрасили в голубой цвет до миндаль и мнд м сиком он там зелененькая зелененькая немножко сглупила надо было все-таки другого цвета я не планировала зеленый цвет здесь на самом деле класть но потом подумала будет круто как поляночка как будто зайка на полянке вот и желтенькая зелененькая такое вот и здесь все белое вот смотрите какой вкусняшка кусаешь всех поздравляю с праздниками христос воскрес воистину воскрес желаю всем счастья здоровья добра любви чтобы до здоровья чтобы не болели мир в вашем городе во всем мире что был мир вот чтобы тоже делать такие куличи может посмотрите захотите тоже такой же сделать посмотрите весь ролик как мы с вами его делали такой кулич мне кажется на пасху себя на столе иметь это вообще роскошь офигенно правда и красиво завтра даже есть никто не захочет просто вот как красота он офигенный очень классный куличик и яички яичками всем спасибо за просмотр я надеюсь что вы досмотрели этот ролик до конца и все это увидели с вами был канал артмания мир добра вам и всем пока пока а